МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Красноярске". Здравствуйте, меня зовут Илья Зайцев. В ближайшие 30 минут я и мои коллеги расскажем вам о наиболее важных на наш взгляд событиях этого вторника, 21 февраля. И мы начинаем. Самая большая парковка в центре города не будет работать завтра, весь рабочий день. Площадь революции в эти минуты закрывая для личного автотранспорта. Зачем? Прямо сейчас расскажет моя коллега Екатерина Кошочек. Она находится в центре города. Кать, уже закрыта парковка. Все ли машины удалось убрать? Да, Илья, мы находимся на той самой парковке, но запрет уже начал действовать, но его пока никто не соблюдает. Вход находится на парковку прямо за моей спиной. Он открыт, никто там ничего почему-то перекрывать не собирается, хотя, ну, по сути, здесь стоять уже не совсем законно. Но машины здесь остаются, периодически проезжают мимо нас. Здесь даже работает мобильная кофейня. Посмотрите, мы пообщались с ее сотрудниками. Они говорят, что ни о каком запрете даже не знают. И вообще работать будут до 12 ночи сегодня. Уезжать не собираются. Но я напомню, что парковка эта уже не работает. И откроется она только завтра в 17.00, потому что завтра здесь будут проводить церемонию вручения ордена мужества. Ради этого специально закрывают парковку. Никаких альтернатив, где парковаться, все-таки нам не предлагают. Говорят, пересаживайтесь на общественный транспорт. Это совет мэрии. Илья. Да, спасибо большое. Это была Екатерина Кашутчик. Еще раз отметим, прямо сейчас уже запрещена парковка на площади революции. Она будет закрыта завтра до 17.00. Ну и к другим темам. К происшествиям рухнул прямо на грузовик. Сегодня на улице Мусоргского в районе промышленной зоны упал башенный кран. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. На месте побывала наша съемочная группа. Все произошло около двух часов дня. На МАЗ, который стоял под погрузкой на территории промышленной зоны, упала стрела башенного крана. Пока почему это произошло неизвестно. Известно лишь то, что никто не пострадал. Именно крановщица и водитель грузовика. Все обстоятельства сейчас выясняются. Сейчас этим ЧП занимаются полицейские. Они опрашивают всех очевидцев и свидетелей. Грипп отступает, но семь образовательных учреждений края все еще закрыты на карантин. В Роспотребнадзоре сегодня объявили о снижении уровня заболеваемости. За отчетную неделю показатель упал на 4%. Хотя среди детей от 3 до 14 лет превышение эпидпорога по-прежнему сохраняется. У младших это почти 10%. У старших заболеваемость превышает эпидемический порог больше, чем на 15%. Всего за последнюю неделю в нашем крае зафиксировано 19 970 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Президент Владимир Путин, возможно, посетит Красноярские медучреждения. Такая информация появилась сегодня из источников новостей ТВК. Приезд главы государства в Краевой Центр ожидают уже на следующей неделе. Визит запланирован всего на один день. За это время Путин проверит подготовку города к зимней универсиаде и ход строительства спортивных объектов. Также появилась информация, что президент, возможно, заедет и в некоторые медучреждения. В Краевом перинатальном центре новостям ТВК пояснили, что ничего о приезде главы государства не слышали. Скорее всего, Путин будет посещать медучреждения, которые входят в перечень объектов универсиады. Это, напомню, БСМП и Краевая больница. Зам главного врача Тысячекоечной Андрей Любченко сообщил, что не в курсе планов президента. А руководитель Краевой больницы Егор Корчагин подчеркнул, что к визиту такие гости готовы в любой момент. Мы готовы в любой момент к гостям любого урока. У нас каждую неделю кто-нибудь бывает. И мы рады всегда всем, кто к нам приходит, для того, чтобы показать, рассказать, что мы умеем делать, что мы можем делать, что мы делаем. Санитарная авиация, универсиада и проект «Чистый воздух» в правительстве края сегодня обозначили приоритетные проекты, которые будут развивать в этом году. Что еще попало в список важных для властей, тем расскажем в сюжете далее. Вот на таких современных вертолетах они перевозят в столицу края из труднодоступных регионов. В год на авиатранспорте в Красноярск доставляют более трех тысяч пациентов. Больной скорее попадает к профессионалам, а значит его шансы выжить и быстрее поправиться намного выше. Главврач Кривой больницы Егор Корчагин подтверждает, благодаря экстренной транспортировке смертность пациентов из других регионов значительно снизилась. Это безусловно все ожоговые пациенты, это беременные, нуждающиеся в неотложной помощи специалистов, которые каждый день занимаются оказанием помощи именно сложным пациентам. И, скажем так, создать такую же адекватную замену этой помощи по месту жительства ни при каких ситуациях невозможно, с тем, чтобы спасти жизни этих людей. Развитие санитарной авиации – один из приоритетных федеральных проектов, и наш регион принимает в нем участие. Сегодня об этом рассказал губернатор края Виктор Толоконский на Совете по стратегическому развитию. На нем обсуждали новый управленческий подход к решению самых разных стратегических задач. Теперь ими будут заниматься проектные офисы из представителей власти, бизнеса и экспертов в разных областях. Такой вектор регионам был задан на Совете при Президенте России. Будьте здесь смелее. Еще раз говорю, самые лучшие проекты оригинальные, смелые, новые, чтобы нам не просто облекать в эту форму существующую работу, а привносить туда много-много нового. И, кстати, даже те проекты, которыми мы давно занимаемся, тоже с этих позиций нуждаются в совершенствовании. Первые проекты, которыми будут управлять по-новому, коснутся образования, здравоохранения, подготовки инженерных кадров, развитию многородов и строительству безопасных дорог. Эксперты отмечают, новая технология давно применяется в крупных корпорациях и приносит хорошие результаты. Эти цели достигаются именно за счет того, что оптимизируется система управления, система коммуникации между участниками проекта. Ну и, собственно, за короткие сроки, используя те же самые ресурсы, за счет такой оптимизации, получается добиваться каких-то значимых результатов. Освоить проектный подход Края предстоит в ближайшее время. Эту задачу глава нашего региона обозначил ключевой в 2017 году. Алена Крашенинникова, Павел Тюкавкин, Новости ТВК. Развитие нашего края предлагаем вам обсудить в прямом эфире в 20.30. О так называемом стратегическом развитии и экономическом рывке нашего региона говорят уже больше 10 лет. Еще в 2002-м о готовности совершить мощный экономический рывок заявлял Александр Хлопонин. Именно с таким лозунгом он шел на выборы губернатора края. Как вы считаете, произошел ли этот рывок, и если нет, то что мешает краю его совершить? Ваше мнение мы готовы выслушать по телефону 265-45-00. Также можно присылать смс на номер 9020 с пометкой ТВК, комментировать в группе телекомпании ТВК ВКонтакте или отправлять сообщение в Вайбер Ватсап по номеру 8-923-1-65-45-00. И тему нынешней экономической ситуации в крае, размера госдолга и доходов бюджета продолжим обсуждать сегодня в программе «Посты новостей» в 20.45 на ТВК. Гость Ксении Черепановой, депутат Законодательного собрания края Иван Серебряков. Власти получили штраф, а впереди еще судебное разбирательство. Ситуация в поселке Чистое поле, о котором рассказывали воскресные новости ТВК, получила правовую оценку. Доказано, чиновники нарушили права граждан. Напомню, речь о муниципальном доме в поселке Чистое поле Балахтинского района. Муниципалитет, которому дом принадлежит, ремонтировать его отказывается. Сейчас в деревянном бараке живут четыре семьи, в том числе 15-летний школьник, благодаря которому об этой истории все и узнали. Он сам решил добиваться ремонта, завалил надзорные органы письмами. И вот первый ответ. Прокуратура района установила, что права граждан нарушают чиновники местного сельсовета. Они не соблюдают правила технической эксплуатации и правил пожарной безопасности. За это глава администрации Чистопольского сельсовета получил штраф в 6 тысяч рублей. Разбирательства будут продолжаться в районном суде. Прокуратура будет добиваться устранения нарушения. Это значит, что в аварийный дом вполне возможно скоро придет новая комиссия по оценке состояния жилья. Один из долгостроев скандально известной компании «Сипстоун» удалось продать с молотка. Речь идет о высотке на улице Баумана 6 Г. Победителем торгов стал Михаил Якименок. За недостроенный объект он предложил 53,5 миллиона рублей. Стоимость лота входит в здание общей площадью более 7 тысяч квадратных метров, а также право аренды участка более 2 тысяч квадратов. Также на аукционе продавался и другой объект «Сипстоуна», недостроенный Копылово. Однако объект не нашел своего покупателя. Напомню, фирма с 2009 года признана банкротом, а ее руководитель осужден на 10 лет захищения средств дольщиков. К слову, тезка-победителя нынешних торгов Михаил Якименок был директором фирмы «Градстрой». Он привлекал деньги дольщиков, но в итоге ни один из домов не был достроен. Обманутыми оказались почти 200 человек. В 2006 году мужчина был приговорен к 4 годам лишения свободы. Через 2 минуты расскажем, как быстро зарегистрироваться на госуслугах и как несовершеннолетние могут получить загранпаспорт всего за сутки. А также через 13 минут про новый случай нападения на врача скорой помощи в Красноярске. Не переключайтесь. Это новости ТВК. Мы продолжаем зарегистрироваться на сайте госуслуги и быстро получить загранпаспорт. Все это смогут сделать те, кто в субботу, 25 февраля, придет в отделы полиции по вопросам миграции. Адреса прямо сейчас появятся на ваших экранах. Там будет проходить день государственной электронной услуги, где специалисты будут помогать всем желающим зарегистрироваться на едином портале гос и муниципальных услуг. Напомню, сейчас через интернет и личный кабинет на этом сайте граждане могут подавать налоговые декларации, проверять лицевый счет в пенсионном фонде, наличие штрафа в ГИБДД, а также регистрировать автомобиль, записывать детей в детский сад. Кроме того, через интернет можно оформлять заявление на загранпаспорт. Кстати, несовершеннолетним, которые придут в субботу, зарегистрируются на портале госуслуг и подадут заявление на загранпаспорт, документ оформят в течение суток. Семена овощных культур в красноярских магазинах признали элитными. В центре стандартизации подвели итоги масштабной проверки пассивного материала. Из 33 закупленных образцов только два признали нежизнеспособными. Что взошло хуже всего и как правильно выбрать пачку с семенами, узнавала Виктория Столярова. В этой лаборатории Аграрного университета весь посадочный материал хранился, что называется, в идеальных условиях. Две недели назад семена обработали, поместили в бумажные фильтры и все время выдерживали в специальном устройстве, термостате, при необходимой температуре. Основным показателем качества семян является всхожесть. Из всех 33 закупленных образцов пассивного материала только два оказались нежизнеспособными. Это свекла марки Бордо 237 и горох сорта Вера. Его здесь даже не представили. Процент их всхожести не достиг нормы 70%. Для исследования закупили самые ходовые культуры. Пять образцов томатов, столько же свеклы, моркови и редиса. Два вида петрушки, три салата и гороха. Шесть видов огурцов. Производители разные. Из Красноярска, Москвы и Московской области, Новосибирска и Алтайского края. Отличные результаты показали те культуры, у которых период всхожести самый минимальный. Что касается всхожести, наименее короткий период – это у таких скороспелых культур, как редис и салат. И при этом эти культуры показали наиболее высокие результаты по всхожести. Хотя при этом разница между образцами по всхожести достигала порядка 10%. Но в целом это не такой высокий процент разницы. И семена эти отнесены к наивысшей категории в соответствии со стандартом. Качество посевного материала проверить в домашних условиях невозможно, говорят эксперты. В прошлом году Красноярский ЦСМ получал массу жалоб от садоводов. При выборе семян специалисты советуют руководствоваться неяркостью упаковки. Хотя бы элементарными условиями хранения. Если у семян очень плотные оболочки, если оболочки содержат эфирные масла в своем составе, то есть мы открываем пачку семян моркови и мы чувствуем аромат. Или открываем пачку лука, тоже чувствуем аромат. То есть это эфирные масла. Эфирные масла имеют свойство прогоркать и, соответственно, снижают период хранения этих семян. Это первая масштабная проверка посевного материала в Красноярске. На этом останавливаться не собираются. В планах у аграриев совместно со специалистами ЦСМ проверить качество картофеля перед посадкой. И самое главное – принадлежность к тому или иному сорту, чтобы гарантировать садоводам хороший урожай. Виктория Столярова, Владимир Антонов, Новости ТВК. За чистым небом в прокуратуру. Красноярские активисты направили в надзорное ведомство жалобу на бездействие Роспотребнадзора и Росприроднадзора. По их мнению, проблема смога в городе никак не контролируется. Так, в Росприроднадзоре на запросы горожан отвечают, что проверки целесообразно проводить раз в три года, а сейчас оснований для этого нет. Тем временем ситуация становится все хуже и хуже. Только в феврале режим неблагоприятных метеоусловий продержался почти две недели. Проблема. Я не понимаю. Они, наверное, не в этом городе просто живут, пишут нам, я не знаю, откуда-нибудь. Ну, может, из Курагина или еще откуда-то. Из пригорода, где воздух чистый и прекрасный. Если несколько лет назад, допустим, можно было встать спокойно где-нибудь в тут городке, проснуться утром, взять кружку кофе, подойти к окну и увидеть спокойно бобровый лог, столбы. Все было прекрасно и отчетливо видно совершенно. То сейчас почти каждый день встаешь утром и не видно вообще даже другой берег, не говоря уже о бобровом логе или каких-то там столбах. То есть это проблема, которую наглядно видно. Отвесть надеется, что наглядно ее увидит и отреагирует в прокуратуре края. Жалобу туда направили накануне. Ответ должны получить в течение 30 дней. А прямо сейчас наша рубрика «Экология», в которой каждый вторник мы анализируем качество красноярского воздуха. В эфире моя коллега Юлия Афанасьева. Юль, всю неделю мы жили под черным небом. А вот это черное небо из чего состоит в химическом плане? Ну, Илья, например, на выходных почти во всех районах Красноярска было зафиксировано превышение концентрации, так скажем, пыли и сажи. Так, по данным гидрометцентра, вот опять повторю, во всех районах почти была превышена концентрация взвешенных веществ. А вот что это такое, предлагаю послушать далее. Взвешенные вещества, твердые или жидкие частицы, представляющие смесь пыли, сажи, золы, дыма, нитратов и других веществ, которые находятся во взвешенном состоянии в воздухе, относятся к третьему классу опасности. Основная опасность, говорят эксперты, что эти мелкие частички, порой даже невидимые глазу, собирают на себя опасные загрязнители, и когда вот мы эту пыль вдыхаем, все это попадает внутрь. А вот кто выбрасывает эту пыль и сажу, давайте послушаем эксперта. Сажа – это мелкие частицы, очень мелкие, которые, собственно говоря, имеют доказанный риск для сердечно-сосудистой системы. И вот, если мы рассмотрим распределение структуры выбросов по саже, то автотранспорт – это около 10%, русал – это около 40%, ТЭЦ 1, 2, 3, то есть вот все крупные ТЭЦ – это 11%, а мелкие котельные – 26%. То есть теплоэнергетический комплекс здесь занимает где-то 37%. Ну и кроме этого, подробнее хочется остановиться еще на одном показателе. Диоксид азота в Черемушках в четверг и в пятницу было десятикратное превышение этого вещества. Диоксид азота – это газ, который образуется в результате сжигания топлива и относится ко второму классу опасности. Ну и также в микрорайоне «Солнечный» 13 и 19 февраля полтора раза была превышена концентрация диоксида серы. Диоксид серы – это ядовитый газ, который образуется в результате сжигания угольного топлива и природного газа и при металлургическом производстве относится к третьему классу опасности. Ну вот, казалось бы, за такую грязную неделю в надзорные органы поступило очень мало обращений. Так, на горячую линию, например, Минприроды обратились всего 23 красноярца, из них 10 – это жители советского района. Также я повторю, что номер горячей линии остается прежний, как у Росприроднадзора и Минприроды. Обо всех загрязнениях следует туда сообщать. Ну и хочется отметить, что в сети сейчас активно обсуждается проведение митинга за чистый воздух, хотя пока нету точной даты и не определенного точного места, где он будет проходить, но вот во все эти разговоры уже идут. Илья. Да, спасибо большое, Юля. Что касается обращения в органы, если есть свободное время, лучше не звонить, а писать через сайт, а официальное обращение на них обязаны письменно ответить. Но мы переходим к другим темам. Тепло в домах Свердловского района станет стабильнее. Теперь за параметрами его подачи следит новый объект – контрольно-регулировочный пункт. Как он работает, расскажем прямо сейчас. Мы полностью в режиме реального времени видим давление, температуру и дно. Мы можем полностью переходить, отключать насос, открывать задвижку, закрывать задвижку дистанционно. Полностью автоматизированный, абсолютно новый для Красноярска. Это контрольно-регулировочный пункт. Начали строить его еще летом прошлого года. И уже в январе запустили в тестовом режиме. Основная его задача – контроль параметров теплоносителя в Свердловском районе, где активно идет строительство. При вводе данного объекта у нас улучшились параметры теплоносителя в данном районе. То есть, если раньше давление у потребителей было порядка 3-5 кг на сантиметр квадратный, то сейчас оно увеличилось практически в два раза. Мы настаивали на том, чтобы в инвестиционной программе теплотранспортной компании появился этот объект. Надо сказать, что коллеги проработали данный вопрос. С улицы Кольцевой, с района Цирка всегда поступало достаточно много жалоб в отношении того, что недостаточные параметры теплоносителя. Люди жаловались на то, что когда у нас наступает холода, квартира холодная, батареи недостаточно греют, либо горячая вода, недостаточно ненормированная температура и так далее. И вот с вводом в эксплуатацию этого объекта эта проблема решается. Решилась проблема уже в 39 жилых домах, двух детских садах, 17 административных зданиях. Но резерва мощности регулировочного пункта хватит на подключение к системе теплоснабжения и будущих новостроек. Елизавета Курочкина, Александр Тропин. Новости ТВК. Через 4 минуты продолжение проекта Натальи Кечной. Знаменитые заключенные. Расскажем, как отбывали свой срок в Красноярске декабристы, ученые и деятели искусств. А через 15 минут вместе с вами обсуждаем, почему Красноярский край все хочет, но не может совершить экономический рывок. Не переключайтесь. Это новости ТВК. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Вызвал фельдшера скорой помощи и напал с ножом. Накануне больной по неясным причинам прямо в машине скорой помощи угрожал медикам ножом, перевернул оборудование и разбил стекло автомобиля. Об этом новостям ТВК рассказали очевидцы. В полиции сообщили, что никто из персонала не пострадал. Мужчину поместили в стационар. И сейчас он не в состоянии дать показания сотрудникам полиции. Как сообщает пресс-служба МВД, от медучреждения поступило два заявления. По факту угрозы жизни или здоровью, а также о повреждении имущества. Благодарность за службу и отвагу начальник главного управления МВД ПОКРА Александр Ричицкий и руководитель следственного комитета региона Игорь Напалков наградили лучших сотрудников своих ведомств. Так, почетные грамоты получили полицейские за задержание трех мужчин, подозреваемых в убийстве водителя КАМАЗа. Еще одна награда досталась следователям, раскрывшим сразу двойное преступление. Были задержаны двое подозреваемых, которые сначала убили двух мужчин, а потом сожгли их тела. Благодарственная грамота досталась и сотрудникам уголовного розыска, задержавшим подозреваемых в убийстве мужчины и женщины в октябре прошлого года. Ими оказались сын и племянник погибший. В целом, за прошлый год удалось раскрыть 288 убийств, 106 изнасилований, 5 похищений и 336 преступлений в сфере экономики. Но прямо сейчас продолжаем проект Натальи Кичиной и знаменитые заключенные. В Красноярском крае отбывали срок, либо останавливались по этапу многие известные люди, декабристы, репрессированные, ученые, деятели искусств. Подробнее прямо сейчас. Это как раз гордость, наверное, нашего музея, потому что это вот как раз кандалы, которые были найдены в нашем учреждении. То есть разбирали пол, были найдены кандалы. То есть можете представить, в таких вот кандалах шли на ногах и руках. Уникально в своем роде, в самом большом в стране музее нашего Гусина, тюремный замок максимально воссозданной атмосферы заточений во времена царские, потом более современные прошлого века. Примерно в таких условиях провел некоторое время здесь писатель Владимир Короленко в 1981 году по дороге в Ссылке, сосланный за революционную деятельность в Якутск. Из архивных данных нам было известно, что Короленко, когда поселяли в камеру, как бы, да, из записи его, можно сказать, да, было известно, что палач в тюремном замке был повешен. Палач был известен своей жестокостью, и смотритель Островский особенно дорожил им. Арестантам одной камеры удалось подобрать ключи и ночью открыть камеры свою и секретную. Они задушили палача и устроили подобие повешения. Самосуд заключенных был вполне объясним, ведь из их рядов палачей выбирал начальник лагеря на конкурсной основе. Палач не убивал, но он пытал и бил, да так, что лопалась кожа. Впрочем, инструментов для изысканных пыток было множество дыба. На ней можно было лежать только прикованными рогатка на шею, которой человек мог находиться только в положении сидя, а также карцер со смирительной рубахой. Рубаху мог одевать только специально обученный сотрудник. То есть у Рамочки можете увидеть тоже правила специального, как одевается. Связывали руки-ноги. От трех до пяти суток находился в карцере арестант. А еще крохотные камеры, в которых умудрялись поместить от пяти до десяти человек. Все прелести местного быта испытали на себе писатели Александр Радищев и Николай Чернышевский, которые прошли по этапу, дважды по дороге останавливаясь в Красноярске. У нас еще в музее есть советский период. То есть как отбывали наказание в советском периоде. В советские времена условия содержания заключенных были, конечно, получше, чем в царской России, но, мягко выражаясь, далеко не курорт. Так называемые политические обвинения коснулись многих писателей. За стенках красноярских тюрем побывали, в частности, автор, наследник из Калькутты Роберт Штильмар, автор Гариков Игорь Губерман. Ну а пострадавшему времена НКВД имя легионы. У нас отбывали срок и дети писателей. Сын Анны Ахматовой Николая Гумилева, известный ученый Лев Гумилев и дочь Марины Цветаевой Сергея Эфрона Ариадна Эфрон. У нее произошла страшная трагедия. Ее вызывали на конвертные допросы, когда несколько дней не давали спать. Следователи сменялись, а она, а ей спать не давали. И вот человек во время этих конвертных допросов теряет разум даже. Я удивилась, когда узнала, что Аля охлеветала не только себя, но и отца. Впоследствии Лев Николаевич Гумилев и Ариадна Сергеевна Эфрон, как и миллионы других безвинно пострадавших, были реабилитированы. Искореженные судьбы. Но им все же повезло. Реабилитированы были хоть непосмертно. Каждый из нас думал о мифическом возвращении в некое мифическое домой. Но домой вернулись лишь немногие. К самим же себе никто. Атолия Кечина, Владимир Антонов, новости ТВК. Ну и к событиям современности в нашем крае живут 12 миллиардеров. Налоговая служба края пересчитала доходы населения за прошлый год. Оказалось, что в регионе у 12 человек доходы превышают 1 миллиард рублей в год. А это на два олигарха больше, чем в 2015 году. Большинство из них предприниматели. Добавлю также, в регионе зарегистрировано около 15,5 тысяч человек, чей доход в год превышает 1 миллион рублей. 13 граждан заработали от полумиллиарда до миллиарда, от 100 до 500 миллионов за год получили 87 человек. И 15 тысяч 300 человек заработали от 1 до 100 миллионов рублей. Ну а в ночных новостях поговорим о том, что пока одни становятся богаче, другие просто не доедают. Большинство жителей России не может нормально питаться, рассказали в одном из исследований накануне. С гостем в студии поговорим о том, с чем это связано. Высказывайте свое мнение и вы. Свои комментарии присылайте на наш смс-сервис номер 9020 в начале ТВК и далее пробелы ваш текст. Кроме того, пишите в нашу группу ВКонтакте, а также в WhatsApp, Viber и Telegram номер 8 923 165 45 00. Ну а для тех, кто ищет работу, следующая информация будет полезна. Сеть гипермаркетов Ашан появится в Красноярске уже летом. Компания начала набирать персонал в нашем городе. Сайт по поиску работы Headhunter опубликовал сразу 7 вакансий для красноярцев. Так им требуется менеджер КАС, менеджер отдела персонала, стажеры и менеджер службы безопасности. В объявлениях подробно описаны условия труда, тип занятости, но не указана заработная плата. Председатели сети рассказали в 2017 году в планах открыть два гипермаркета в нашем городе. Однако где именно, пока не сообщают. Известны лишь даты. Первый магазин появится уже летом, а открытие второго запланировано на конец года. Напомню, французская сеть гипермаркетов Ашан является поставщиком почти всех групп товаров. От продуктов до бытовой техники и мебели и славится демократичными ценами. Ну и мы продолжаем, и прямо сейчас готовы приступить к обсуждению темы сегодняшнего дня. Почему об экономическом рывке, говорят, столько лет, а он все так и не произошел? Что мешает нам, властям и краю в целом? У нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, Илья. Меня зовут Максим. Я считаю, что мощный экономический рывок, который мог бы произойти, он мог бы произойти от большей свободы регионов, в частности Красноярского края. А то мы все отправляем в Москву, а Москва как будто точно знает, что каждому региону нужно. Я считаю, нужно деньги в Москву отправлять только на оборону и на дороги федерального значения. А все остальные вопросы каждый регион вправе решать на месте. А Москве не виднее из Кремля, что в каждом регионе творится. Ну, Максим, ну хорошо, деньги останутся в бюджете, а рывок-то мы как совершим? Ну как? Если деньги остаются в бюджете, больше вкладывать в собственный регион, это в профессиональные кадры региона, чтобы больше людей сюда ехало, в частности, высококвалифицированные кадры, технические кадры. Ясно. Спасибо большое, Максим, за ваше мнение и ваш телефонный звонок. У нас есть еще одно мнение. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Илья, еще раз здравствуйте. Ну, Халопонин же у нас бизнесмен, и, соответственно, он для себя просто бил какой-то стартовый капитал в нашем крае. Он привлекал инвестиции для чего? Не для того, чтобы развивать край, а для того, чтобы рвануть лучше немножко. А вы предыдущему человеку задали вопрос, как это можно сделать. Ну, пока у нас не получается так. Ну, по поводу... Не того человека, который мог бы сделать рывок для нас. А скажите, а этот человек кто должен быть? И что он должен сделать? Ну, это как минимум не бизнесмен, я считаю. Хотя, знаете, русская особенность, пока себе в карман не наворуют, вряд ли от него тоже можно ждать какого-то. Ну, спасибо большое за ваше мнение. Единственное, про губернатора Халопонина, он небедным человеком в Красноярский край пришел, когда еще был губернатором. Когда стал губернатором, точнее. Ну, а прямо сейчас узнаем мнение наших пользователей в социальной сети. И в СМС-сервисе Виктория Столярова сегодня анализировала ваше мнение. Вика, что говорят и что пишут наши пользователи там? Да, Илья, ну вот мнение пользователей социальных сетей можно свести к тому, что пока в стране и в крае, в частности, есть коррупции и коррумпированные чиновники. О каком развитии может вообще идти речь и ждать экономического рывка не придется? Вот одно из мнений. Экономический рывок у чиновников в кармане осел и довольно неплохой. О каком развитии может идти речь, когда раз в год урезают выплаты многодетным родителям? В продолжение темы следующий комментарий. Рывка не было и не будет, пока жива коррупция и халатность к своей работе мешают всему этому неопытные чиновники, которых интересует свой достаток и важен свой статус. Рывок в долговую яму почувствовали наши пользователи социальных сетей. Долг края в этом году рекордный, более 95 миллиардов рублей. Стыдно говорить о экономическом развитии. Еще одно мнение о том, что развитие региона зависит вовсе не от местных властей. Красноярский край это такой же регион страны, за который решают далеко не здешние власти. С каждым годом только все хуже. Дороги чистить совсем перестали, дышать нечем. А за последние 7 лет зарплата стала меньше в 2 раза, пишет нам телезрительница. Никакого рывка в семье не почувствовали. Задумываются даже о переезде. Ну вот такие мнения высказывают сегодня пользователи социальных сетей. Илья, тебе слово. Да, спасибо большое. Это была Виктория Столярова. Анализировали ваши смс-сообщения. Прямо сейчас у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте, Илья. С нами говорит Вера Леонидовна, пенсионерка. Живу много лет в Красноярске. И вот на моих глазах все это у нас развивается. Присылают из Москвы временщиков. Хлопонина, Кузнецова, которые заинтересованы только в набивании своих карманов, но никак не в развитии нашего края. Столько заводов закрыли, люди остались без зарплаты. И сейчас они сидят после вот этих заслуг в кавычках в нашем крае в правительстве со своими очень сытыми, довольными физиономиями. Ведь противно просто уже смотреть на все эти дела, которые творятся у нас в государстве. Как можно таких людей, которые ничего не сделали для такого огромного, богатого края, посадить в министерские кресла? Это просто безобразие. Нужно обязательно принимать какие-то вот меры. И не брать их из правительства. Они недостойны там быть. Спасибо большое, Вера Леонидовна, за ваше мнение. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна Михайловна. Слушай, слушай. Хотелось бы высказать по поводу развития края. Наш Красноярский край очень богатый был до некоторого времени. А сейчас он стал сырьевым придатком. Разрушили всю промышленность. Забрали все деньги у нас в Красноярском крае и отсылают в Москву. Для того, чтобы развивался наш край, нужно развивать промышленность. Чтобы людям, которые ребята молодые приходят с армии, кончают институты, чтобы у них были рабочие места. И тогда будут и доходы, и налоги выполнять, и у пенсионеров будет пенсия. Спасибо, до свидания. Спасибо, Анна Михайловна, за ваше мнение и за ваше предложение. Прямо сейчас на канале ТВК немного полезной информации, а сразу после программа «После новостей». Гость Ксения Черепанова, Иван Серебряков сегодня будет отвечать на вопросы о том, как же выйти из того самого долгового рывка, который наш край совершил. Не переключайтесь.